Всем привет! Это интервью на канале Севильнет. В студии работает Аршал Исмагдэсиан. Гость, гендиректор Арминфо, финансово-экономический обозреватель Эммануэль Макарчан. Добрый день, господин Макарчан. Рады в нашей встрече. Спасибо, что позвали. Господин Макарчан, вчера буквально были опубликованы оперативные данные по поводу полугодичной ситуации в экономике. И у нас, можно сказать, несмотря на то, что турбулентная ситуация сохраняется в мире, вокруг Армении и так далее, но в целом с экономикой вроде бы все хорошо. То есть 18,5% рост экономики или экономическая активность на таком уровне это только за июнь. А вообще в целом, в полугодичном, в разрезе, экономическая активность на уровне, ну двузначная цифра, на уровне... Нет, 12,5%, да? Да, на уровне 12%. Больше, больше. Ты нас, по-моему... Нет, 11,8%. 11,8%? Да, 11,8%, да. А я с инфляцией? Да, да, да. Год к году. В общем, объясните нам, пожалуйста, откуда берутся эти цифры и соответствуют ли они реальной жизни? Ну, если теоретически подходить, что легче всего, с точки зрения ответственности говорящего, я шучу, конечно, это эффект тихой гавани. Это, безусловно, эффект тихой гавани. То есть мы стали территорией, страной, да, где и через которую можно продолжать и делать экономическую, то есть экономическую активность. Собственно говоря, это так, потому что если видишь, что произошло, да, вот эти... Разные цифры бывают, говорят о том, что начинают 30-40 тысяч человек, потом доходят до 100 тысяч человек, те, которые приехали сюда и работают. Реваканты, да. Да, безусловно. Вот, эти люди создают здесь платежоспособный спрос, этот платежоспособный спрос действует на экономическую активность, безусловно, однозначно. Понимаете? Потом, с другой стороны, вот эти факторы, собственно говоря, а также сезонность, связанная с экспортом сельхозпродукции. Вот, хотя, честно говоря, статистика, которую мы вчера получили, она не очень хорошая в этом плане. Вот, сельхозпроизводство несколько упало, к сожалению. Все поднялось, только это упало. Да, да, очень странно, собственно говоря. Вот, но я бы не сказал, что все поднялось, потому что, когда смотришь, например, год к году, когда смотришь на экспорт, к сожалению, экспорт тоже немножко упал, зато импорт. Сильно увеличился. Вот, на увеличение импорта как раз воздействовали эти два фактора. Платежоспособный спрос внутри страны и начинающаяся работа по организации параллельного импорта в России. Вот это хотел спросить. То, что у нас импорт возрос на уровне, так скажем, 70%, если я не ошибаюсь, экспорт, 60% – это о чем свидетельствует? Неужели мы стали столько потреблять в Армении? Ну, даже с учетом того, что у нас там 60 или 70 тысяч российских билокантов. Нет, ну как раз здесь два фактора. Это также свидетельство того, как вы говорили, параллельного импорта. Или экспорт. Сюда возят и отсюда в другие страны Евразийского экономического союза, в том числе в Россию. В Россию, в Беларусь вполне возможно, да. Но, собственно говоря, если это не санкционные товары, то они вполне могут неплохо работать в этом плане. В этом смысле у армянского предпринимательского сообщества, особенно у импортеров, очень мощные связи, которые можно использовать. Не то, что можно, а они будут использоваться. И чем дальше, тем больше. Это только начало. Потому что в этом плане многое, что предстоит сделать. С другой стороны, хотелось бы, чтобы параллельный импорт все-таки не просто уходил из Армении в Россию или Белоруссию. Вообще в эти регионы хотелось бы, чтобы он здесь собирался в какой-то степени. Сборочный дом был. И это очень важно. Это что означает сбор здесь определенных продукций? Это означает логистика? Это означает новые, так скажем, хранилища и так далее? Это означает целая логистика? Да, безусловно. Мы должны понимать. Вот сегодняшняя проблема с Центральным банком, касательно того, что он не идет на то, чтобы удерживать курс доллара. И дает ему сильно падать и укрепляться курсу драмы. А то в этом контексте, когда смотришь, почему так много беспокойства по этой критике, беспокойства, потому что мы должны понимать, что, как мы в прошлый раз говорили, нам надо выходить с экономики кокона, чтобы вылезать из нее. Для маленькой страны с малым количеством потребителей, собственно говоря, сколько нас тут осталось? Два с половиной миллиона, наверное. Понимаете, здесь необходимо, чтобы производство, местное производство имело бы хоть какую-то эффективность. Высокая эффективность. В последнее время, даже если вы спросите у финансирования банкиров, они вам оценят эффективность или рентабельность, скорее всего, реального сектора где-то на уровне 10% максимум. А это удерживает даже кредиты, понимаете? Поэтому у нас кредиты, собственно, давно уже не растут. В этом году мы получили 0 с чем-то процентов роста кредитного портфеля. Вот сейчас на эту половину. В целом кредитного портфеля. В целом, да. В целом, целом. То мы получим стагнацию кредитного рынка. И эта стагнация продолжается уже почти год. Почти целый год. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что это очень важно организовывать и сохранять потенциал наших производителей. Потому что они могут быть производителями исключительно для более широкого рынка. Да? То есть, на масштабах. То есть, важно, чтобы им постимулировали внутреннее производство. Когда мы говорим, давайте поддержать экспортеров, я говорю, ребята, забудьте слово экспортеров. Давайте поддерживать производителей. Потому что производитель не экспортер. Не важно, сколько он экспортирует. Даже моя маленькая организация экспортирует. И сейчас очень сильно страдает от того, что я-то получаю в евро и в долларах. Вы представляете? А мне зарплату давать, да. А у меня снижение на 15-20% вот этой части диверсификации. Понимаете? И то же самое происходит у всех наших производителей. Если это не местное маленькое производство, ради бога, но это маленькое производство, которое сегодня ставится, которое вчера начало ставиться, мы должны поддержать и дать почву для того, чтобы оно выросло и вышло бы за пределы страны. А то, что сейчас происходит, этому не сопутствует. Я не хочу критиковать Центральный банк. Я понимаю их позицию. Они делают свое дело, они обязаны. Закон таков. Хотя в экономической теории в последнее время очень сильно критикуется вот этот чистый монетаризм. Но привыкли, как говорится, к этому уже давно. В 30 лет нам уже навязывают исключительно жесткую монетарную политику, ставят инфляционные... А кто навязывает? АМФ? Ну, это говорят, об этом говорят, да, АМФ, Всемирный банк. Вот, это ваш... То есть Центробат? Вашингтонский консенсус, так называемый. Ну, ясно. Вашингтонский обком, как многие говорят. Да, ну, теперь в данном случае, я очень надеюсь, что курс дальше падать не будет. Я очень на это надеюсь. Вы надеетесь или у вас есть конкретные, так скажем, факты под этой надеждой? То есть конкретные признаки, конкретные проявления? Да, конкретные проявления, они связаны с тем, что все-таки, даже если по статистике смотреть, производство немножко начало расти. Безусловно. Да, сельское хозяйство упало, но я думаю, что это какое-то временное явление, потому что зато производство растет. Но вот я это не понимаю. Это очень важно. Почему сельское хозяйство... Пять черта процентов, но и дождет. Почему сельское хозяйство у нас планомерно в последние годы зафиксирует спад? Несмотря на то, что говорится о том, что в сельском хозяйстве осуществляются очень большие инвестиции, интенсивные сады и так далее, и так далее, и так далее. Все это делается. То есть новые технологии, хотя это для нас новые, а для мира это уже старые технологии. Но все-таки это делается. И сезон вроде бы благоприятный. Продукция или то, что наши фермера выращивают, это все экспортируется. Откуда спад берется? Я думаю, что это связано, во-первых, с ценовым показателем. Тоже странно. Мне тоже очень трудно сказать. Возможно, ценовые показатели, хотя с другой стороны, конечно, цены. На продовольствие очень сильно повысились, если посмотреть на статистику. Существенно понизировали. Если инфляцию разделить на продовольствие, не продовольствие, то продовольственная сфера процентов на 50 выросла с точки зрения ценовой. Мне очень сложно сказать, потому что на самом деле и в свое время отрасль хорошо кредитовалась. И потом, смотрите, несмотря на стагнацию кредитного рынка общую, у нас неплохо идет вместе с ипотекой, у нас неплохо идет кредитование под покупку всяких гаджетов. Нет, нет, нет. А, под лизинг, да? Под лизинг, под лизинг сельскохозяйственного оборудования и так далее. У нас очень много и хорошо повысилось. Ну, это по госпрограмме делают, да, в основном. Слава богу, хоть делается, да. Но самое главное, что это делается, что это работает. Да, лизинг будет закрываться, но в данном случае он работает, слава богу. Люди берут, и... Мне трудно сказать, может быть, кто-то из аграрев может сказать, в чем дело. У меня нет этого ответа на этот вопрос. Давайте о банках поговорим, потому что в последнее время у простых обивателей, людей, у бизнесмена в очень многом недовольствия. Да, мы находимся достаточно сложной, турбулентной ситуацией, но почему-то от этого должны страдать простые бизнесмены, простые, так скажем, клиенты банков, но они банки. Почему я так говорю? Например, человек, который сейчас работает с Россией и делает с Россией бизнес с российскими, со своими партнерами, и делает это в рублях. А наши страны в рамках Евразийского экономического союза всячески говорят о том, что давайте будем переходить от доллара к рублям или национальным валютам, будем стимулировать эту отрасль, то есть бизнеса дедолларизации и так далее и тому подобное. Вот эти люди начали это все делать. Но когда человек в армянском банке на рублевом счету открывает любой рублевый счет и вкладывает туда российские рубли, чтобы потом делать какие-то операции с российскими партнерами, банки сразу же оттуда берут 5% себе. Я не знаю, как это объяснить. Что это? Они просто пользуются ситуацией, потому что много рублей в Армении, то есть накапливается это все, они свой-свой процент берут от этого. Что это? Потому что это фактически получается от общего оборота человека они берут 5%. Ну, я вам так скажу. Банки – это банки. Это начиная с ГОПСЕКа. Я понимаю, да, есть, ну, в банках благородства мало. Банки – это именно те организации, которые в большей максимальной степени занимаются рациональным подсчетом. Если посмотреть, вот смотрите, от кредитования целый год уже фактически... Впечатление, что они тоже в долгую не работают. Они никогда в долгую не работали. Очень редкие программы. Мы видели возможность, и хватаются за нее. Но это нормально. Да, так оно и есть, так она и распределяется, экономика. Балансируется финансовый рынок. Это понятно. Теперь смотрите, они теряют доходы, так называемые процентные доходы. Они очень сильно упали. Их почти нет, понимаете? То есть они есть. Роста их нет. Да, но необходимо же получать прибыль. И здесь пошли... Золотая жила была. Золотая жила, да, но это нормально. То есть критиковать банки за это нельзя. Другое дело, что здесь должна быть какая-то общая сбалансированная позиция Центрального банка и правительства в данном случае. Почему это так? Это трудно сказать на самом деле. Но здесь можно, раз есть спрос, то высокий спрос поднимает цены. Поднимает цены, высокий спрос, это нормально. Вы понимаете? Ясно. Я-то думал, когда бывает больше спроса... Больше спроса, больше оборота, они будут снижать, наоборот, ставки какие-то, потому что все равно от оборота получают больше денег. Не, ну когда высокий спрос, что идет? Растут цены. Это же элементарно. То есть на самом примитивном экономическом уровне. Когда он есть, он, да. А потом, с другой стороны, например, вот видите, например, евро почти вообще не принимается в Армении. Его нет, в обороте. Хотя у нас есть торговля с Евросоюзом. То есть здесь трудно сказать. Еще одни... Мало спроса, книжки и цены, где высокие, там тут же все растет. Еще одним позитивным проявлением было то, что, несмотря на то, что достаточно долгое время у нас производство в этом плане находилось в стагнации, но вот в этом месте был ощутимый рост в целом. В производстве там и горно-рудная промышленность, в целом промышленность я имею в виду. Промышленность. И в этом месте был рост. В этом месте был рост. И рост был в годовом разрезе. В этом месте был рост 19%. А в годовом разрезе уже получается 6%. 5,8 где-то. Это горно-рудку вы имеете в годовом? В целом промышленность. Но горно-рудка, конечно. Но горно-рудная промышленность, она находится в этом плане стагнат сейчас. Это понятно. Тегутское месторождение не работает. И так далее, да. А за счет чего поднялась в целом сфера? За счет текстиля чего? Я думаю, что здесь много факторов. И я об этом сказал, что это очень... Обрабатывающая промышленность? Да, обрабатывающая промышленность, безусловно. Мы уже начали... Какая-то структурная это идет в экономике. И поэтому, когда я говорил, что это надо поддерживать, в том числе и денежно-кредитная политика, люди делают деньги через производство. Не всем же делают деньги через куплю-продажу валюты. Или повышение... Или продажу услуг. Да, или повышение тарифов. Понимаете? Так что, оживление в экономике есть. Я к чему веду? Я к чему веду? За счет каких? За счет каких мощностей сразу вот такой рост? Вот прежде, когда мы с вами говорили, мы допускали с вами, что вот может быть ситуация сложится так, что российские, например, производители, которые до этого произвели определенные продукции со своими партнерами на Западе, и у них сейчас в силу санкций нет такой возможности, они могут перекинуть активы, мощности определенные сюда или здесь создавать какие-то производства. Мы видим такие сдвиги или не видим? Я вижу такие сдвиги в строительстве. Вот смотрите, если ранее у нас строительство опиралось на кредитный рынок, на банковский рынок, то сегодня, когда смотришь, когда видишь стагнацию кредитного рынка, ты понимаешь, что эти деньги, которые огромным количеством идут на строительство в Армении, да, и поддерживают тем самым производство стройматериалов, красок, я не знаю, чего, понимаете, то есть там же не все импортное, в конце концов, процентов 30-40, это наше производство, это цемент, это облицовочные камни, все что угодно, собственно говоря, и вот это тоже есть. И это как раз те деньги, которые наша часть, большая часть, мне кажется, этих денег, это те наши представители диаспоры, которые после известных событий решили диверсифицировать свой бизнес в той же России, да, и если до этого они вкладывали, моешь процентов 10 активов в Армении, теперь они идут уже на процентов 30-40, а для того, чтобы быстро окупить и вернуть эти деньги при поддержке государства с точки зрения ипотечного рынка, да, и необычайного спроса на жилую недвижимость, вот, вкладываются эти обстоятельства, они лучше всего окупаются. Что будет дальше, надо быть осторожным. По-моему, и премьер один раз говорил, что нам надо быть осторожным с ипотекой, как бы она потом не лопнула. Но пока работает, пока работает. Пока этот механизм работает. И последний вопрос. Все-таки рост экономики Армении, как мы с вами верим, внешний вот такой достаточно впечатляющий рост, да, он в большей степени связан, зависит от факторов, которые не зависят от Армении. То есть русские релаканты, реэкспорт и так далее, и там подобное. То есть так случилось. Сверху услуг. Да, сверху услуг. Так получилось. Что вы не 30%, понимаете, в этом роде. Так случилось, так получилось, что вот Армения стала одним из вот этих тихих гаваней, где можно там работать или перевести активы. Но все-таки глобальная ситуация достаточно шаткая, она постоянно находится в динамике и может измениться в ту или иную сторону. Российская экономика, от которой зависит достаточно сильно армянская экономика, постепенно уходит в рецессию, можно сказать. Вот пятилетные, пятимесячные или полугодичные показатели уже свидетельствуют о снижении роста. А американская экономика, от которой зависит глобальная экономика, она уже, можно сказать, близка к рецессии. Китайская экономика, не знаем, что будет с ней, потому что все-таки новые локдауны и так далее. Вопрос о том, насколько долго еще мы можем продержаться в этом плане на плаву и сколько можно еще надеяться на рост? Насчет Китая вы хорошо сказали, но я не думаю, что ситуация с локдаунами будет там продолжаться, потому что уже мы получили так называемый иммунитет коллективный. Весь мир его получил. И мне кажется, что будущее экономики вообще мира будет зависеть от того, станет ли Китай локомотивом или не станет на самом деле. потому что ситуация трудная сейчас и в Европе, да, но может ожить Китай, как всегда. Вообще и Китай, и Юго-Восточная Азия, она может тянуть остальных и не дать впасть в рецессию вообще весь мир. Хотя, по большому счету, когда смотришь, такое впечатление, что мир опять приближается к очередной экономической катастрофе. Я имею в виду уже третью великую рецессию, которая нас может ждать вполне возможно. Тем более, что есть такие факторы. Первая в начале 30-е годы, вторая в 2008-е, третья. Третья, наверное, приближается. Надеемся, этого не случится. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это был Эммануэль Макарчан. До новых встреч.